Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас почти что революционный выпуск, в котором будут некоторые инсайды. Теперь уже официально банковский комитет Сената одобрил кандидатуру Джуди Шелтон в Совет Управляющих ФРС. При этом результаты голосования за Шелтон, чьи экономические взгляды описываются как за пределами мейнстрима, оказались даже лучше ожидаемых. Следующий шаг — полное голосование в Сенате. И я думаю, вчерашний день, 21 июля 2020 года и его успех — это самый важный шаг. Теперь я уверен в том, что прямая дорога в управление ФРС для Джуди не имеет препятствий. В СМИ сейчас будет много страха, неопределенности и сомнений, но я верю, что у нее все получится. Вчерашнее голосование в банковском комитете Сената было важнейшей победой. Мы стали на шаг ближе к золотому стандарту нового криптовалютного типа. Откровенно говоря, Джуди уже приложила немало усилий для этого, еще даже не управляя ФРС. Я думаю, все эти годы она косвенно помогала делам пойти в правильном направлении. Это все происходит за ширмой, а мы получаем только запаздывающие новости. Но я стараюсь докопаться до истины практически в каждом своем видео. Запомните вчерашний день, он был очень важным в развитии крипто-золотого стандарта. Также вчера прошла конференция по цифровому доллару. Это еще одно очень важное событие вчерашнего дня. Даниэль Горфинс, основатель проекта «Цифровой доллар», выступил со следующими словами. Время закатать рукава и начать тестирование цифрового доллара в реальном мире. Это еще одно подтверждение тому, что центральные банки по всему миру в срочном порядке разрабатывают цифровые валюты. Это валютная гонка вооружений. В СМИ нам говорят, что США уже чувствуют себя так, будто отстают в этой гонке. Именно так Соединенные Штаты себя представляют в СМИ. Но я гарантирую, что это не так. Они только хотят, чтобы люди верили в это. Потому что одновременно с тем, что в СМИ продвигают риторику отставания за ширмой, они работают не покладая рук. Французский центральный банк уже сотрудничает с компанией Accenture и банком HSBC. Целью сотрудничества является пилотная версия цифрового евро. Я уже рассказывал вам, что Италия делает то же самое. Теперь это происходит и во Франции. И стоит ли мне напоминать вам, что Accenture и HSBC тесно связаны с Ripple? Думаю, нет, ведь вы уже это знаете, если смотрите мои видео. Обе этих организации являются партнерами Ripple. Также мы видим итог расследования XRP CryptoWolf. Статистика показывает, что 80% центральных банков по всему миру вовлечены в изучение и развитие цифровых валют центральных банков. Я думаю, скорее всего, они намного больше продвинуты, чем рассказывают нам. Скорее всего, их не 80%, а еще больше. И скорее всего, они не просто вовлечены, а уже готовы. Это статья авторства старшего директора по продуктам Ripple Крейга Девита с оригинального сайта AMB Crypto. По словам Девита, центральные банки могут запустить цифровые валюты уже на протяжении одного дня. Как видите, публично банки заявляют лишь о том, что у них есть какие-то наработки. Но Ripple дает нам большой инсайт. Банки уже намного дальше этого. Намного дальше наработок. Почему-то сейчас этот инсайт на просторах криптомира упорно игнорируется. Но не мной и не вами. Это нельзя игнорировать. Принятие цифровых валют центральных банков может произойти в любой момент. И все, что нам показывают в новостях, это просто политическое шоу. Но однажды, неожиданно для всех настанет этот момент переключения. Когда новая финансовая система будет запущена, и никто не поймет, что произошло. Никто не поймет, как это они сделали. Никто, кроме 10 тысяч человек, которые посмотрят этот ролик. Знаете, вы входите в тот маленький процент людей, которые будут готовы. Перед вами еще одна важная и интересная вырезка сайта вакансий. Ripple ищет инженера-менеджера в команду ODL. On Demand Liquidity. Это решение проблемы ликвидности от Ripple. Ликвидность по требованию. Мы ищем инженера-менеджера, который возглавит и сформирует команду, отвечающую за качество обслуживания клиентов ODL. Интеграцию в нашу торговую платформу и решающую часть будущего развития технологий ODL и RippleNet. Почему же я обратил на это внимание? Я думаю, что человек, который займет это место, станет очень важным пазлом во всей схеме. Нужно будет следить за тем, кто это будет и что он будет делать. Это первое. И второе, мне кажется, что рынке ждет большая проблема. Кризис ликвидности. И ODL от Ripple очень будет кстати, чтобы ее решить. Я нашел также очень интересный документ от компании Accenture. Он называется «Путешествие в коммерческие трансграничные платежи в реальном времени, используя технологию распределенного реестра». На рисунке номер 2 показана схема проведения платежей Accenture с помощью технологии распределенного реестра Ripple в качестве основной инфраструктуры. Эта инфраструктура охватывает сеть блокчейна, предоставляемого Ripple, а также интегрирует банки в сеть. Уже существуют поставщики программного обеспечения, которые помогают интегрировать Ripple в их платежные платформы. Например, стандарт ISO-222, о котором мы уже говорили. Что эта схема нам может раскрыть? Что она может показать? А то, что они уже все интегрируются в RippleNet. Это уже не вопрос, будет ли так, это вопрос, когда это будет. Как мы видим, момент перехода финансовой системы на новые рельсы очень быстро и незаметно для большинства приближается. Давайте поставим финальную точку в вопросе, что ожидает финансовый мир в будущем. Грегори Монарина у себя в Твиттере пишет. «Узрите большую картину. Грандиозный план серьезно обесценить доллар и в конечном итоге выпустить новый на 100% цифровой. Эта система уже готова к этому. Теперь это просто вопрос времени». Это то, о чем мы говорили. Мы готовы к внедрению цифрового доллара. Они работают над последними штрихами, последними шагами, которые нужно сделать. И они делают это прямо сейчас. Вчерашний день был очень важным для Ripple и криптовалюты в целом. Мы увидели, что Джуди Шелтон прошла первый этап. Мы видели конференцию цифрового доллара, где руководитель проекта сказал, что они почти готовы. Мы видели изменения регулирования, новые решения по интеграции технологии распределенного реестра в платежные системы и решения кризиса ликвидности. Это очень важные шаги. Я хочу подчеркнуть еще раз, я не ожидаю реакции цены на рынке на это. Но что я точно знаю, это то, что мы меняем мир прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова The Fed was created in 1913 to play a very passive role of temporarily providing liquidity. Now the Fed is this behemoth. So this government agency decides what is the value of the dollar, and their idea is that if it loses 2% or 3% a year, no problem. They have decided that a little bit of inflation is just fine. They refer to benign inflation. For a government that was set up to protect private property rights, I think it's highly immoral. Of all things that shouldn't be floating, I think a unit of account, a measure, is the most important. A measure has to be fixed, has to be constant. Instead of having more government control over money, more ability to manipulate it, to cover the sins of government, what we should do is go back to the intentions of the founders. I'm really building on an idea of issuing treasury obligations, redeemable in gold. Let's say the U.S. Treasury announces a new instrument. You, as the holder of this instrument, if you buy it today, will either get $2,400 or an ounce of gold. We would begin to link the value of the dollar in the future to gold. Let's put a marker out there. Have the treasury issue five-year notes where at the end of five years you could redeem in gold. Gold is a legacy of what had always been the anchor for U.S. Because there is a demand for digital access to banking services, to payments. We need fintech innovation to keep us going in the right direction and to be a leader instead of passively observing what other countries might. Banking committee has voted on a party line, 13 to 12, to advance the nomination of Judy Shelton, a conservative economist to serve on the Federal Reserve Board. Median will now advance to a full Senate vote, that is Judy Shelton, the nominee to the Federal Reserve Board. The President of the Federal Reserve Board will continue to be a leader of the United States. The President of the Federal Reserve Board will continue to be a leader of the United States. Продолжение следует...